Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Вредина Лайф. Досмотрела я, ребята, эту днюху. Слушайте, я утомилась, серьезно. Я утомилась от этого шумного видоса. Хоть я смотрела и на скорости, и даже некоторые моменты просто перематывала. Вот эти вот пляски дома с мишурой, вот эти вот крики я перемотала. Дальше тоже некоторые моменты с фокусником тоже перематывала. Ну, потому что, мне кажется, Гогосова хотела сделать подлиннее видеоролик. И поэтому она вот напихала туда всего. С этой вот мишурой можно было бы вставлять совсем малюсенький кусочек. Ну, что хочу сказать, ребят. Заслуги тут Ленки нет абсолютно никакой. Ее заслуга только то, что она там этот торт заказала. То, что она пиццу заказала и пиньяту эту подарками набила. Ну, и в лотерейку там с детьми поиграла. Все, все остальное делала вот эта вот фирма. И развлекали они детей. Поэтому это их заслуга. Гогосова получила днюху просто бесплатно для Алисы. Именно за саму днюху не надо было ей морочиться, переживать и что-то придумывать. Поэтому она и прорекламировала неплохо, постоянно прихваливая и рассказывая про фокусников прям там и медведя и все прочее, то, что там было. Поэтому, ну, как-то, ну, что здесь скажешь. Днюха сама построена неплохо. Но, как мне показалось, гения утомилась. Утомилась она и от шума, утомилась, наверное, она и физически, и постоянно быть во внимании, да. И посмотрела я момент, где она эту пиньяту колотила. Знаете, вот дети как-то стукнули и ушли. Ну, в конце пришлось добивать Алисе. Едва ли ее там остановили. Вот же, знаете, такое чувство, что сколько в девочке злости. Вот она бы колотила и колотила. И не остановить ее, да. Вот если бы ей позволили колотить, она, наверное, колотила бы и не останавливалась бы по этой пиньяте. Ну, и момент, когда высыпали из этой пиньяты конфеты, всякую ерундистику. Слушайте, сколько было визга у детей. Они как будто из какой-то пещеры вылезли, как будто никогда в жизни не видели ни конфет, ни шоколадок. Готовы ли были кто больше себе затолкать? Но благо пришлось делить и, значит, эти конфеты у кого больше возвращать. И, знаете, прям дети, мне показалось, аж расстроились те, которые нахватали больше конфет. Значит, дальше, дальше еще момент, это предпоследний, нет, последний момент. Ну, потому что там, в общем, все, обычно все банально для детских праздников, которые заказывают, да, для заказных детских праздников. В конце вот эти вот лотерейки, и Алиса там первая крутила барабан, вытащила какой-то браслет, который ей совершенно не понравился, и умотала домой. В общем, психанула гения, гения психанула. Ну, а Ленка продолжала, продолжала разыгрывать лотерейки. Ленка была счастлива. Она вообще весь праздник была счастлива. Мне кажется, что этот праздник как будто она для себя и устраивала. Вот ей весело было с этими детьми. И уже практически в конце розыгрыша этих лотерейка начали спрашивать, где Алиса, где Алиса. И Ленка только опомнилась, да, что Алиса ушла домой. И, значит, Костик там должен был отвозить детей и вот с собой взять Алису. И, в общем, внимания никакого уже кеменницы не было. Ленка продолжала тусоваться с детьми и играть в лотереи. Вот так вот, ребят, получается, закончилась днюха. Главный классный приз там вытащил какой-то маленький Саша, которого мама ждала. И он уже успел даже побить этот главный приз. Ну, по-моему, это был самый такой более-менее нормальный приз. Брау Старс термос. И он этот термос бедненький, маленький, сам уронил и побил. И Ленка, ой, ты хоть не побей. В итоге он его все равно расквасил, да. Ну, и еще выражение лица Алисы с фокусником. Вот она постоянно делает какое-то такое странное выражение лица. И не поймешь, то ли она удивляется, то ли она стоит и думает, блин, когда это все закончится, что мне, блин, это все так неинтересно. Ну, вот серьезно, я не могу иногда понять ее выражение лица. Ну, то, что она устала, это понятно было. А прикиньте, сколько там сейчас мусора во дворе. Мало того, что с этой пенятой, хоть там на клеенке это все расстилали, сколько там все равно вот этого мусора, этот снег, фокусники делали, вот это вот, знаете, бумажная крошка. И это же все придется убирать. А кто будет убирать? Ну, понятно, Костик, Леночка убирать ничего не будет. Да и мишуру эту, не знаю, придется убирать. Либо там эту мишуру забирает вот эта вот фирма праздников. И пришлось ее забирать, эту мишуру. Ну, интересно, когда домой поднимались всей толпой, куда же Ленка котов-то попрятала? Потому что, прикиньте, такая толпа, если залетит в дом, там бедные коты не будут знать, куда бежать. У меня, допустим, когда кто-то чужой домой приходит, у меня не все любопытные. Они прячутся, а потом потихоньку носы свои высовывают и заглядывают, и думают, есть опасность или нет выходить. А старшенький мой бенгал, он сразу сдувается. Он не воспринимает незнакомых лиц. Он только спустя какое-то такое, ну, приличное время может только выйти. Ну, что, хочу сказать. Ничего удивительного, сверхъестественного я не увидела, потому что это праздник по программе, праздник заказанный. И они, в принципе, все практически одинаковы. И поэтому тут заслуги Гогосовой абсолютно нет никакой. При том, что ей не пришлось еще тратить деньги. Потому что это самая обычная реклама. И для блогера-двухмиллионника это, конечно же, допустимо. Еще они и приплатить, собственно, должны за рекламу. Потому что, ну, очень много у Ленки подписчиков. Ну, еще зависит, конечно же, от просмотров. Но окончание праздника, конечно же, не очень приятное. Ну, как так? Как так? Что именинница психанула и убежала? Ну, как же ты, Ленка, могла такое допустить? Такой праздник, такой праздник заказала. А именинницу обидели. Ну, Алиска же привыкла, что все должно быть в первую очередь ей. А тут еще день рождения. И на нее никто не обратил внимания, что ей вообще не хотелось этот подарок. Вообще, на самом деле, это справедливо. Справедливо, что вытащила, то вытащила. Чего ей должны потакать? Ну, смешно было, что Ленка, Ленка не обратила внимания на Алису, а продолжала тусоваться с детьми и играть в лотерейку. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока! Пока!